Привет, народ! Добро пожаловать на мою новую кухню! И сегодня мы приготовим с вами самое первое блюдо, которое будет называться борщ с помпушками. У меня есть этот рецепт на английском языке, но для тех, кто английского не понимает и картинки недостаточно понятные с объяснением, приглашаю вас приготовить настоящий домашний украинский борщ. Ну что, поехали! Еще одну интересную вещь, которую я решил сделать специально для вас. Я поехал в магазин и взял с собой мобильный телефон и позаписывал некоторые покупки. Сегодня я купил продукты только для борща. И кое-что останется на несколько раз, кое-что все пойдет сегодня в обиход. Если вы хотите напрямую перейти к рецепту, то я постараюсь оставить внизу ссылочку, чтобы вы могли раз и перемотать сразу, где начинаем готовить. А если вам интересно, почем, что и как в американских магазинах, поштите посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень важная часть борща для меня это приготовление помпушек. Потому что какой борщ может быть без помпушек? Точнее, вы можете его сделать, но он будет не такой вкусный. Для этого я специально разогреваю духовку немножко, совсем-совсем чуть, буквально до градусов 100 и выключаю. В мисочке набираю воду и потом сверху ставлю свои замороженные кусочки теста и позволяю им подойти. Таким образом, минут за 40-50 мое тесто будет уже готово к тому, чтобы я мог его начать печь. Итак, я остановил свой выбор вот на таком мясе. Оно называется стюмит. Оно очень хорошо для жарковой идет, потому что уже порезано на маленькие кусочки. Не надо морочить голову. И мне нравится, что здесь как раз есть совсем немножко сало. И оно порезано на довольно-таки нормальные куски, что оно сварится. Каждому в тарелку попадет обязательно по несколько кусочков мяса разного размера. Итак, хорошенько теперь помоем наше мясо. Я наполняю кастрюлю свою на 3 четверти водой. И теперь оставляем это дело закипать. Главное не прозевать, чтобы снять пенку. Тем временем я начну чистить картошку. Так, я думаю, вот этих 5 картошин, в принципе, хватит нам для борща. Так что мы их отложим в сторону. Обычно я чищу морковку, но сегодня мне повезло. Я купил вот такую морковку уже и чищенную, и даже натертую. Так что баба с воздуха были легче. Картошка. Смотрите, сколько осталось мне еще пакеты пюре сварить. И еще несколько раз даже суп сделать. Единственное, что нам, конечно, придется сейчас почистить, это свеклу. Ох, сейчас будут и руки красные, и кухня красная. Вообще говоря про борщ, у меня в голове как бы два рецепта, два воспоминания. Одно воспоминание связано с мамой. Мама всегда готовила борщ с фасолью. Почему? Потому что мама была в читльках. Учительница денег не особо много было, поэтому компенсировали мясо фасолью. Конечно, старались там, если вдруг готовили мясо на какие-то праздники или там гарниру, то косточку, конечно, хотя бы старались взять и сварить. Но если не было косточки или мяса, всегда пользовались фасолью. И фасоль всегда давала отличное такое, такую иллюзию, как будто бы с мясом. Бабушка, конечно, у нас была всегда крученная бабуля. Она моталась и в Одессу на седьмой километр, покупала, перепродавала там вещи, и в Турцию, и в Польшу. Короче говоря, бабушка была такая, крученная. И она шила у нее на дому свое, как бы, мини-ателье было, люди заказывали, она там и платье шила. Короче говоря, бабуля всегда была при деньгах. Поэтому у бабушки всегда был борщ с мясом. Таким вот образом у меня в голове как бы мясной борщ от бабушки с фасолью от мамы. Я решил это все дело совместить, и поэтому я вот такой готовлю борщ. Отчасти по маминому рецепту, отчасти по бабушкиному, и получился вот такой вот рецепт от твистера. Поэтому я и купил вот такую замечательную красненькую фасоль. Потому что когда фасоль красная, она не сильно заметна в борще, когда ты кушаешь. Ну что, вот и поднялась пенка, теперь надо ее пособирать. Что, все, мясо закипело, теперь еще совсем немножечко пенки. Для чего я снимаю пенку? Я не знаю, для чего снимаете ее вы, может вообще не снимаете. Потому что если пенка перекипит, тогда она получится такими, знаете, коричневыми ошметками будет плавать в вашей еде. Кому нужны коричневые ошметки? Никому не нужны. Оно некрасиво, неэстетично, ну и конечно же невкусно. В этот красивый бульончик я насыпаю соль. Мы очень любим соленое, поэтому где-то примерно вот так, может даже чуток больше, так. Вот это примерно количество соли, которое я насыпаю. Опять-таки, смотрите, если вы готовите в первый раз, не вбухайте кучу соли, что потом скажете, ааа, Твистер показал целую кучу. Примерно где-то здесь у меня было, я, видели, я не полную эту ложку наполнил, примерно где-то столовая ложка соли. Хорошая столовая ложка соли у меня пошла на кастрюлю с борщом. Мясо у нас было маленькими кусочками порезано, я уже на них по нему смотрю, оно уже очень-очень даже готово к тому, чтобы подселить к этому мясу картошку. Вот таких размеров, такие нормальные кусочки для картошки, чтобы было такое хорошее мясо и хорошая картошка рядом с ним. Вот, все, теперь у нас, теперь ждем, когда это добро закипит и начинаем нарезать капусточку. Теперь мы добавляем капусту. Вот я ее порезал так хорошо, чтобы она не была здоровыми кусками, иначе, если ее оставить сильно длинной, тогда, сами понимаете, да, будет в горле застревать, а так такими нормальными средними кусочками, как будто бы как на салатик. Как раз, видите, у нас в кастрюльке отлично осталось место для того, чтобы сделать нашу зажарку на томате и светлее. Ну что, начинаем заниматься зажаркой. У меня здесь два кольца на этой конфорке, регулирование прям два, два в одном. Забыл я свое подсолнечное масло, к сожалению, поэтому буду пользоваться американским овощным. Но думаю, что и оно сойдет хорошо. Ну что, масло разогрелось, так что добавляем в него лук и морковку, порезанную уже сразу, натертую. Так что высыпаем. Все, пускай это дело обжаривается. А я сейчас натру свеклу. Так, ну что, морковка и лук слегка уже начинают поджариваться. Мы добавляем свеклу к ним. Такая будет замечательная зажарка. Конечно, я люблю это делать с подсолнечным маслом, тогда запах получается лучше. Ну, что ж, ничего страшного. Итак, сойдет. Теперь свежемолотый черный перец в хорошем количестве. Потому как у нас тоже все очень любят черный перец. Он даст нам замечательный аромат. Посыпаем. Так, теперь, конечно же, как же без укропа. Укроп. Теперь совсем немножко кориандра я добавляю. Ну и паприку. Так, все это со специями разобрались. Теперь обжариваем нашу зажарку. Как только она дойдет до нормальной кондиции, мы зальем это все дело томатом и позволим немножко протушиться. Но для начала нам нужно, чтобы она хорошо-хорошо так обжарилась. Так, пока тут все жарится-парится, давайте проверим, что у нас в пампушке. О, посмотрите, посмотрите на эту красоту. Забираем отсюда воду. Вода нам больше не нужна. Теперь, прежде чем я включу их выпекать, я немножко их выдвину. Главное, чтобы не упали. И посыплю чесночной солью. Все, включаем теперь духовку на 350 градусов по Фаренгейту и где-то, наверное, 220 по Цельсию. На 20 минут. Так, ого, зажарка стала подгорать. Но мы ее спасем. Заливаем томатной пастой. Все, теперь это дело тушится. Кажется, я забыл привезти чеснок с другой квартиры, так что придется добавить чесночную соль сюда вместо чеснока. Обычно, обычно я стараюсь выдавить пару зубчиков чеснока сюда. Тогда борщ получается еще более ароматным. Я перевернул все на свете, поэтому у меня чуть зажарка тут не сгорела вся. Искал, точно помнил, что вчера складывал, потому что думаю, ага, надо же приготовить борщ, да еще с салом, да еще с чесноком. И где я этот чеснок положил? Не могу найти. Ну, придется пользоваться чесночной солью. Неприятность эту мы пережили. Ммм, аромат просто восхитительный, ребята. Если попробуете дома приготовить, сами все узнаете. Ну, вот так сейчас немножко это буквально потушится, совсем чуть-чуть, и мы добавим это дело в борщ. Теперь еще сюда мне нужно будет добавить фасоль. Но фасоль у меня уже готовая. Она уже готовая в банке, ее только открываешь и вываливаешь. Высыпаем фасоль. Отлично. Духовка сообщила о том, что готовы наши помпушки. По желанию добавляем либо лавровый лист, если вы любите. Я добавляю совсем немножко укропа, сухого укропа, только для аромата. И накрываю крышкой. И пускай закипит. Минутку покипит вместе с фасолью. И вуаля, наш борщ готов. А вот и помпушечки готовы. Все, теперь сейчас сбрызну немножко маслом. Для ароматности и цвета. И можно подавать на стол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова